Так называемые способы нелегального обогащения в последнее время становятся все изощреннее. Угоны автомобилей не исключение. По данным полиции, в прошлом году в Иркутской области было угнано более 200 автомобилей. К своему ремеслу похитители подходят профессионально. Усольская ОПГ в своем городе похищениями не занималась. Слишком велик риск быть обнаруженными. Охоту развернули в Ангарске и Иркутске. Раскрыто 11 эпизодов. Все автомобили шли на разбор. Для легализации похищенных запчастей с целью их беспрепятственного сбыта Макаров планировал приобретать аварийные машины с документами. Далее производить демонтаж фрагмента маркируемой панели со знаком первичного идентификационного номера кузова в аварийном автомобиле и устанавливать его в похищенной автомашине. Легализованные таким образом похищенные автомобили сбывать на автомобильном рынке или посредством сети интернет, используя сайт Дром.ру. Банда орудовала с июля 2015 по март нынешнего года. Члены группировки – молодые мужчины в возрасте от 28 до 32 лет. Все ранее несудимые. У двоих постоянная работа. Один сборщик мебели, другой водитель-экспедитор. Из материалов дела следует, что все вступали в группировку из-за проблем с деньгами. Лидер банды – неработающий усальчанин по фамилии Макаров. Заведомо зная о том, что в автомобилях установлены сигнализации, Макаров избрал способом проникновения в салон автомашины использование специального электронного устройства – код-граббера, предназначенного для подмены кодовой радиопосылки и автосигнализации. Далее использовать специальное приспособление «Поворот», предназначенное для открытия автомобильных замков путем разрушения механизма личинки замка и таким способом заводить двигатели автомобилей с целью их хищения. В обязанности остальных членов ОПГ входил выбор машин для угона, место для отстоя транспорта, сопровождение объекта до места разборки или продажи и так называемый «шухер» во время самого дела. Воровали усальчане только автомобили марки «Тойота». Лидер банды Макаров получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его судили по трем статьям. Его подельникам дали по четыре с половиной года. Кроме того, осужденные должны возместить потерпевшим миллион пятьдесят тысяч рублей. Один угонщик отделался условным сроком. Суд учел, что он участвовал всего в двух хищениях. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.